Школы не было и не будет, земля не позволит. Вот такие новые обстоятельства представила сегодня в суде компания подрядчик «Авангард». Ее специалисты обнаружили, что участок под застройку входит в границы памятника. Участок, который был предоставлен для размещения школы, раз он находится в защитной зоне, не мог быть использован арендатором по своему назначению для размещения объектов. То есть объект капитального строительства не мог быть возведен. Это поле под школу. С тела посредине есть памятник могилы красноармейца Тарасова. Подрядчик узнал об этом из госэкспертизы в прошлом году. К тому времени муниципалитет уже решил расторгнуть с ним договор. Тот не платил аренду. Сейчас в сумме это 9 миллионов рублей. Фирма не согласилась. Тогда район решил взыскать с компанией деньги. И на это ответ нашелся. В договоре нет ни слова о памятнике, а значит под сомнением сам контракт. Вы только вспомнили об этом подрядчике спустя 2 года аренды земли. Чем занимались 2,5 года? По словам компаний, все это время они готовили техническую документацию и получали различные разрешения. Судью такие доводы не убедили. Отказать удовлетворение заявления общества ограниченной ответственностью фирмы «Авангард» о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Решение арбитражного суда – взыскать с фирмы почти 9 миллионов и расторгнуть договор с муниципалитетом. А что касается защитных зон памятника, их подвинут, заверили представители Первомайской администрации. Невидимое основание для того, чтобы не продолжать строительство. Зоны охранные сократятся. А затем нужно будет найти нового застройщика, провести торги. Реальная работа начнется не раньше следующего года. К слову, новую школу здесь ждут 10 лет. Две старые Боровихинские уже едва вмещают сотни школьников. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. Субтитры сделал DimaTorzok